Все люди, которых вы сейчас видите на экране, пропали. При загадочных обстоятельствах в одном и том же месте, с разницей в несколько лет. Среди пропавших туристов люди самой разной национальности. Британцы, русские, швейцарцы, французы, немцы. Села некоторых из них были найдены, а некоторые исчезли навсегда. С тех самых пор место их загадочного исчезновения приобрело поистине дурную славу. Это место стало известно как остров смерти. Ко-Тао, или Черепашичий остров по-английски, сначала был частью архипелага Чумбхон на западном берегу Сиамского залива. Остров площадью 21 квадратный километр украшали красивейшие кокосовые пальмы. Исторически сложилось так, что его посещали лишь случайные рыбаки с соседних островов, которые хотели отдохнуть или, возможно, укрыться от тропического шторма. Путешественники со всего мира начали прибывать на тропические берега острова Ко-Тао лишь в начале 80-х. Но к 90-м годам остров уже стал популярным местом для дайверов, которые с радостью исследовали прелести этого тропического рая в Таиланде. Когда эти первые путешественники приехали сюда в поисках приключений, Ко-Тао еще не был каким-то роскошным курортом. Здесь были небольшие и очень недорогие хижины на пляже и несколько баров. Появились маленькие покрытые соломой ресторанчики, предлагающие дешевые, но вкусные блюда местной кухни. Со временем на остров провели электричество, и сотни кокосовых пальм были срублены, чтобы освободить место для новых построек. Остров Тао наживался на туризме и расширялся довольно быстрыми темпами. Гости продолжали прибывать, и карманы местных жителей пухли. Ежегодно Ко-Тао посещают более полутора миллиона человек. К 2014 году на острове проживало уже более пяти тысяч местных жителей, и никаких особых происшествий не было. Курортный рай жил тихой и мирной жизнью. Так было до одного дня. 15 сентября 2014 года местный бирманец, так называют уроженцев Бирмы, убирался на пляже Сайри около 4-5 часов утра. Все шло обычно, пока внезапно он не наткнулся на нечто по-настоящему ужасное. Изуродованное тело полуобнаженной молодой женщины. Рядом валялась садовая мотыга и дубинка. Но как это возможно? Ведь ничего подобного раньше здесь не происходило. Кому понадобилось нападать на молодую девушку на курортном острове? Может быть, это был ее... ревнивый возлюбленный? Можно было бы предположить именно так. Но всего в 20 метрах от нее, в воде, бездыханно плавало тело мужчины. Столь же изуродованные и полуобнаженные. Рядом была найдена их одежда. Подняв панику, местные жители заблокировали пирс, чтобы не дать неопознанным убийцам покинуть остров. Добраться на остров и с него можно только на пароме по воде. Полиция тут же связалась с семьей, которая владела этим курортом. Здесь стоит сказать, что у острова Ко Тао не один владелец. Это остров, поделенный между несколькими влиятельными семьями, каждый из которых отвечает за определенный курорт. Часть пляжа, где нашли погибших людей, принадлежала семье Туичьен. Кстати, в этом году или в начале следующего я тоже планирую посетить Таиланд. На самом деле, это красивейшая страна с невероятно экзотическими островами, которых насчитывается более 40. Я часто думаю о том, каково было бы жить на острове на постоянной основе или иметь возможность путешествовать по разным странам. И знаю, что многие из вас тоже хотят иметь возможность свободно путешествовать в любое время. Но как это сделать, если рабочий график не позволяет вырваться из каждодневной рутины? Среди обилия удаленных профессий начинает казаться, что все ниши уже заняты и все специалисты уже найдены. И идея о такой работе уходит на второй план. Но на самом деле многие не знают, что существуют профессии, на которые сейчас большой спрос, а специалистов не так уж и много. Поэтому я бы хотела посоветовать вам присмотреться к интересной и очень востребованной профессии, которую точно сможет освоить каждый. Профессия нутрициолога. Нутрициолог рассматривает организм как единое целое, где все взаимосвязано. Находит причины дисбаланса, дефицитов и помогает устранить их с помощью интегративного подхода. Индивидуальных рекомендаций по питанию, образу жизни и нутрицептикам. Нутрициолог не врач, а нутрициология не медицина, поэтому вам не понадобится медицинское образование. Нутрициолог умеет ориентироваться в анализах, понимать, о чем говорят показатели, как они взаимосвязаны между собой и когда необходимо дополнительное обследование и помощь врача. Также нутрициолог помогает выбирать полезные и безопасные продукты питания и поддерживать организм во время стресса и отсутствия сна. В случае выявления сопутствующих заболеваний нутрициолог работает вместе с врачом в сфере образа жизни, питания и восполнения дефицитов, тем самым помогает человеку быстрее выздороветь и закрепить результаты лечения. Индустрия здоровья продолжает стремительно расти, а с ней и спрос на грамотных специалистов с научным и доказательным подходом к здоровью. Поэтому на сегодняшний день заработная плата нутрициологов от 100 тысяч рублей, а ведение одного клиента приносит от 20 тысяч рублей в месяц. Если вы мечтаете освоить новую востребованную профессию, заботиться о себе и помогать людям, а также иметь возможность работать из любой точки мира, то Университет биохимии и нутрициологии предлагает программу обучения по специальности «Доказательный клинический нутрициолог». Программа позволяет освоить профессию нутрициолога с нуля до уверенного уровня за 6 месяцев и начать зарабатывать на любимом деле. УБН имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности, а программа обучения составлена с упором на доказательную медицину, клинические исследования и научный подход. В команде более 30 лучших преподавателей – нутрициологи, врачи, биохимики, доктора и кандидаты медицинских наук. По каждой системе организма вас будет обучать специализирующийся на этом врач. Он будет давать нутрицифтическую поддержку и разбирать болезни и отклонения. Сами занятия проходят онлайн на удобной платформе с постоянной поддержкой кураторов на всем этапе обучения. После окончания обучения вы получите диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, а также получите возможность вступить в Международную ассоциацию специалистов и начать работать за границей. Университет окончили уже более 5000 довольных учеников, а более 2000 обучаются прямо сейчас. Если вам тоже хочется начать зарабатывать на интересной и востребованной профессии, успейте забронировать свое место на программе «Доказательный клинический нутрициолог» по ссылке в описании ролика или по QR-коду на экране. Для всех зрителей моего канала будет скидка на программу – 30% по промокоду DARKI. А еще только на этом летнем потоке вы получите в подарок бонусный блог по продвижению своих услуг в соцсетях, чтобы понять, как легко и быстро находить клиентов. Сделайте заботу о здоровье своей профессии, помогайте другим и получите свободу работать из любой точки мира. Определить, кем были погибшие люди, было достаточно сложно, потому что их тела были крайне изуродованы. Тем не менее, вскрытие показало, что обе жертвы получили ранение головы ударом твердого предмета. У мужчины были царапины на спине и вода в легких, что указывало на то, что он утонул. Вскрытие девушки также показало, что она подверглась насилию. Широко распространено мнение, что довольно молодой и неопытный офицер полиции был первым полицейским, прибывшим на место происшествия. Он вспоминал, Поскольку в то время на острове было всего лишь 6 офицеров, расследование двигалось крайне медленно. В таком райском месте никто вообще не ожидал подобного преступления, поэтому полиция даже не предприняла никакие действия, чтобы обезопасить как-то остров и место преступления, и прохожие просто ходили и фотографировали мертвые тела на телефон и выкладывали это в соцсети. Благодаря чему вся эта шумиха дошла до Бангкока, и преступление стало широко обсуждаемым. Тогда-то и выяснилось, кем были погибшие люди. Ими оказались пара туристов из Великобритании, не так давно приехавшие на отдых в Таиланд. 24-летний Дэвид Миллер и 23-летняя Ханна Уизридж. Дэвид был инженером из Джерси, а Ханна была студенткой Эссекского университета. Несмотря на то, что публиковалось в газетах по всему миру, они не были парой, а познакомились на Ко Тао, где жили на одном курорте. Говорят, Ютуб не вечен, а мой канал тем более, потому что вы знаете, какие у меня темы, и это реклама Телеграм-канала, вы уже поняли. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Не имея ни малейшего представления, с чего начать, полиция сосредоточилась на уликах судебной медицинской экспертизы, и были проведены анализы нескольких окурков, найденных на пляже. Орудия убийства и тел Дэвида и Ханны, которые были отправлены в Бангкок для дальнейшего расследования. Полиция позже сообщила, что они обнаружили ДНК двух мужчин азиатского происхождения. Со временем ДНК стали одной из самых спорных частей расследования, поскольку полицию обвинили в коррупции, сокрытии улик и в том, что она находилась под сильным влиянием мафии. Многие считают, что островом управляют пять семей мафиози, предположительно потомки первоначальных жителей, которые по мере развития острова Ко Тао становились все богаче и богаче. Одной из самых больших семей и владельцами самой большой школы дайвинга на пляже Сайри была семья Бан. Другая влиятельная семья, возглавляемая человеком по имени Мон, проживала на другой стороне острова. Они владели Будда-Вью, еще одной крупной школой дайвинга. Третья влиятельная семья по имени Джи Цин управляла меньшим участком острова, но была известна тем, что владела первой заправочной станцией в главном городе Маяхат. Четвертая семья владела большим курортом под названием Санцет Бури, известным тем, что он стал первым курортом, на котором был установлен бассейн. Безусловно, самой влиятельной и богатой семьей был и остается Клан Туичьян. Известные и внушающие страх многим на острове, они были гордыми владельцами курорта под названием Аэс Уан. На улице ходили разговоры о том, что убийства были делом рук именно местной мафии, которая любила употреблять вещества и приставать к туристам. Несколько человек, которые долгое время жили в этом районе, слышали о банде насильников на острове, которые охотились на молодых женщин еще задолго до происшествия, в 1999 году. По-видимому, все были единодушны в том, что погибшая туристка Ханна каким-то образом унизила тайского парня. Отказавшись от его ухаживаний, он мог быть частью влиятельной местной семьи или быть связанным с ней. Тут же под раздачу попал ее друг Дэвид, который мог стать объектом соперничества. Эта версия казалась наиболее правдоподобной. Тем не менее, тайская полиция отвергала любую связь с мафией. В свое оправдание они говорили, что тайский человек просто не способен на такое преступление. Поэтому расследование было сфокусировано на иностранных туристах, у двухсот из которых взяли анализы ДНК. Также полиция раздобыла информацию о двух британцах, которые жили в одном номере с погибшим Дэвидом. Им показалось, что это могут быть подозреваемые в деле об убийстве. На них была открыта общенациональная охота. После того, как они якобы сбежали с острова на утреннем пароме в Бангкок в день нападения, Кристофер и Джеймса Уэра остановили в международном аэропорту Сувар-Набхуми на обратном пути в Великобританию для допроса. Но это ни к чему не привело, и их отпустили. С тех пор полиция Таиланда признала, что понятия не имеет, кто убил туристов. Трудно сказать, находится ли убийца или убийцы пары все еще на острове. В то время премьер-министр Таиланда сделал противоречивый комментарий, сказав, что девушки в бикини на курортном острове Ко-Тау не в безопасности, если они, конечно, не уродины. Пусть же он извинился за свои высказывания. Возникало такое чувство, что полиция Таиланда вообще не особо серьезно отнеслась к этому преступлению и пыталась побыстрее провести любое расследование и закрыть дело, лишь бы только поток туристов не сократился. ДНК двух тайцев, которые нашли на теле Дэвида и Ханны, тоже были исследованы. Ими якобы, почему я говорю якобы, вы скоро поймете, оказались два нелегальных мигранта из Мьянны. Обоим был по 21 год. Проанализированные полиции записи с камер видеонаблюдения показали, как три человека ехали на мотоцикле в магазин 7-Eleven, где покупали пиво и сигареты, прежде чем отправиться в сторону пляжа Сайри. Зау Лин был арестован, а его одежда и мотоцикл были изъяты в качестве вещественных доказательств. Предполагается, что второй мужчина, Вайпхё, покинул остров на лодке накануне вечером. Позже, 2 октября, его нашли прячущимся в этой самой лодке. Казалось, что это идеальные преступники, нелегальные мигранты, нетрудоустроенные, способные на кражу и злой умысел. Им были предъявлены обвинения в трех преступлениях – сговоре с целью убийства, сговоре с целью изнасилования и сговоре с целью кражи. Всего через несколько дней после ареста Зау Лина и Вайпхё их доставили в провинциальную тюрьму Самуи. На данном этапе никто не знал, что происходило во время их ареста. Все ужасы этого стали известны позже. Они утверждали, что их заставляли давать признательные показания под пытками. 22 октября 2014 года полиция острова Ко Тау устроила грандиозное шоу, распечатав баннеры на трех языках, предлагающие вознаграждение за любую наводку, которая приведет к осуждению этих мигрантов. Никто ничего не сообщил. В Таиланде за подобные преступления предусматривается смертная казнь. Поэтому изначально Зау Лина и Вайпхё приговорили именно к ней. «Мы не виновны, и мы не были причастны к этому ужасному преступлению. Мы никого не убивали. Мы хотим свободы». Их матери долгие годы боролись за то, чтобы спасти им жизнь, подозревая тайскую полицию в тайном сговоре. Им удалось добиться хоть какой-то справедливости, и приговоры были изменены на пожизненное заключение. Однако вскоре все повторилось. Всего через два месяца после преступления произошло новое. 25-летний Ник Пирсон из Дерби был найден мертвым, плавающим в море на острове Ко-Тау. Он был здесь на семейном отдыхе и уж точно не мог стать объектом чьей-либо ревности. В декабре 2013-го Ник Пирсон с нетерпением ждал встречи Нового года на райском острове Ко-Тау со своей семьей из Дерби. Брат Ник и Мэтт в то время работал на острове. Так что для семьи это была отличная возможность провести время вместе. Семья отправилась ужинать и отпраздновала наступление Нового года на пляже Сайре, прежде чем отец Ника, Грэм, проводил его обратно в его номер, где они остановились. Курорт, в котором остановился Ник, расположен на высоте около 50 футов в скалах с видом на океан. Ник выпил, а ему нужна была помощь, чтобы добраться до постели. Его брат Мэтт сказал, что Ник хромал из-за травмы колена. На следующее утро, в день Нового 2014 года, семья позвонила к нему в бунгало, но никто не ответил. Семья подняла тревогу. Когда полиция приехала, они обнаружили его тело в воде под его бунгало и предположили, что он упал с высоты 50 футов и утонул в море. Однако комната Ника была заперта, и упасть в море из его бунгало было невозможно, так как на дорожке вниз к океану очень крутые ступени, которые извиваются вокруг огромных гранитных валунов. Он бы просто упал на них. Мэтт задавался вопросом, возможно ли было, что Ник ходил во сне. Но взглянув на тропинку, ведущую к месту, где он был найден, они пришли к выводу, что это невозможно. Они также рассматривали возможность того, что он спустился вниз, а затем подскользнулся, упал в воду и утонул. Но опять же, это крайне маловероятный сценарий. Ника нашли в том же нижнем белье, в котором он ложился спать, так что действительно маловероятно, что он встал с постели и вышел из номера. Семья Ника не верит, что полиция провела тщательное расследование. Они сообщили, что полиция даже не посещала комнату Ника и не опрашивала никого по поводу его смерти. Мать Ника Трейси сказала, что он болтал с какой-то тайской девушкой в ночь перед своей смертью. Ходили слухи, что эта женщина была подругой одного из местных жителей. Полиция острова Котау решила, что Ник утонул и не дала никаких объяснений относительно того, как он мог упасть в океан из своей комнаты, не получив ни единого перелома костей. Семья сообщила британской прессе, что их отвезли навестить Ника в храме, чтобы опознать его. И у него также была большая рана на голове. Также ходили слухи, что его брата Мэтта предупредили, что на острове есть какие-то влиятельные люди. А потому семье стоит уехать. Его родители полагают, что за ним могли проследить до его бунгало и убить. А также они убеждены, что полиция Таиланда что-то скрывает. На первый взгляд, действительно трудно увидеть хоть какую-то связь между делом Дэвида и Ханны и выпавшим из окна Ником. Но на самом деле все эти преступления необъяснимы. И этим они и схожи. 29-летний француз Дмитрий Павсе был найден повешенным на балконе своего бунгало. Бунгало выходило окнами на залив. Дмитрий оставил предсмертную записку следующего содержания. «Айрис, я люблю тебя. Уход из жизни кажется легким. Но на самом деле это тяжело». Ни один эксперт по почерку так и не был вызван, чтобы убедиться, что это именно почерк погибшего. Сообщалось, что Дмитрий покончил с собой после вечеринки со своими друзьями в канун Нового года. Он был мертв уже около двух часов, когда было найдено тело. В национальной прессе сообщалось, что для тех, кто вешается, якобы нормально связывать себе руки за спиной, чтобы они не могли вырваться из петли после прыжка. В марте 2017 года пропала российская туристка, 23-летняя Валентина Новоженова. Она исчезла из своего хостела на острове Ко-Тао. Она заселилась в хостел Ко-Тао 11 февраля и должна была выехать 16 февраля, но не успела этого сделать. Несколько дней спустя сотрудники проверили ее комнату и обнаружили, что ее мобильный телефон, паспорт и фотоаппарат остались в номере, а сама она загадочно исчезла. Сообщалось, что рост Валентины составлял 170 сантиметров. У нее были светло-каштановые волосы и татуировка в форме буквы В на запястье. Интересно, что даже несмотря на то, что она пропала без вести, за ней не было отправлено ни одной поисковой группы. Эта история даже не попала в прессу. Казалось, что о исчезновении российской туристки даже не сообщалось в течение первых двух недель, и Ко-Тао подвергался критике в интернете за попытку скрыть эту историю, чтобы предотвратить дальнейшую дурную славу на острове. В интернете Ко-Тао начали называть «Островом смерти». Многие люди в социальных сетях предполагали, что на Ко-Тао появился серийный убийца, и все там знали об этом, но были слишком напуганы, чтобы сообщить об этом публично. Выяснилось, что пропавшая Валентина Новоженова была фридайвершей и занималась фридайвингом в одиночку в заливе Чалок. Появились версии о том, что она утонула во время дайвинга, это объясняет, почему она не взяла с собой мобильный телефон. Полиция сразу решила, что она пропала во время погружения, и через три недели после того, как она исчезла, попросила дайверов-добровольцев поискать ее. К пятому дню поисков ничего не было обнаружено. Поисковая группа состояла из более чем сотни местных добровольцев, которые обыскивали берег, в том числе с воздуха, с помощью спасательных самолетов BBC. Была снята запись камер видеонаблюдения, зафиксировавшая пропавшую девушку возле круглосуточного магазина, недалеко от хостела Ко Тао, где она появилась в 6 часов утра, 15 февраля 2017 года. 12 марта в прессе появились сообщения, предполагающие, что мать пропавшей девочки подозревала, что она пропала из-за несчастного случая при погружении, и ее единственный предыдущий опыт фридайвинга был в бассейне. Также сообщалось, что она страдала эпилепсии и астмы. Но, как выяснилось, это был не первый ее опыт погружения, и сообщения в прессе были ложными. Позже стало известно, что в водах острова Ко Тао были найдены чьи-то части тел. Анализ ДНК частей тела, кости бедра и руки показал, что они принадлежали девушке. Но не Валентине. Это было тело другой девушки, на этот раз из Бельгии. Элизе Далимань было 30 лет, и ее нашли 27 апреля 2017 года. Полиция списала ее смерть на самоубийство. Интересно, почему так много склонных к самоубийству людей со всего мира решают забронировать билеты в обе стороны в Таиланд на Ко Тао. Мать пропавшей Валентины Новоженовой предоставила образцы ее ДНК, чтобы помочь в расследовании. По всему Ко Тао и Ко Пангану были расклеены плакаты о пропаже девушки. В марте 2017 года мать пропавшей Валентины была уже в отчаянии и умоляла власти не прекращать поиски. Ей показали записи с камеры видеонаблюдения из круглосуточного магазина, и она подтвердила, что это ее дочь. Затем полиция Ко Тао объявила, что местный морской следователь Джулианг сказал им, что с ним связался оператор лодки, который якобы видел туристку 15 или 16 февраля, плывущую в море. Они также упомянули, что эта девушка могла быть русской, и она была одета в бикини. К 28 марта 2017 года полиция сдалась и отменила поиски. Затем они начали сообщать местным СМИ, что, по их мнению, у девочки просто были проблемы с психическим здоровьем, и также власти публично сообщили, что они обратились за помощью к гадалкам, поскольку поиск Валентины ничего не дал. Удивительно, как это возможно. В мире раскрываются намного более сложные и запутанные преступления. А здесь, по сути, маленький остров с населением в 5000 человек, с которого даже никто не может уехать незамеченным. 8 января 2016 года тело 26-летнего Люка Миллера было обнаружено охранником на дне бассейна в баре Сансет на том же небезызвестном пляже Сайри. Миллер отправился в Таиланд со своим другом Джеймсом Гиссингом 22 декабря 2015 года. К Люку Миллеру и Джеймсу Гиссингу присоединилась сестра Джеймса, Никола, прибывшая из Австралии. Незадолго до своей безвременной кончины Люк Миллер написал на своей странице в Фейсбуке. «Могу честно сказать, что в этом новом году я живу мечтой отправиться на вечеринку в полнолуние на скоростном катере, выпить коктейли, клубничный тайкири, жить полной жизнью, так что давайте сделаем это». В полицейском отчете о событиях говорилось, что Люк выпивал и в какой-то момент решил покрасоваться перед толпой на вечеринке. Вечеринка проходила на курорте, где был бар с бассейном. Полиция сообщила, что Люку удалось забраться на кабину диджея, которая была обнесена колючей проволокой, а затем нырнуть в бассейн, что привело не только к тяжелым травмам головы, но и к его смерти. В этой версии событий было несколько довольно поразительных аспектов. Если это было правдой, тогда почему опять же не было ни одного свидетеля? Почему никто не вызвал скорую помощь? Как получилось, что если кто-то и видел этот несчастный случай, то все они просто пошли домой и оставили его тело в бассейне, чтобы охранники нашли его на следующий день? Еще более непостижимым был тот факт, что Люк не умел плавать и ненавидел воду. Независимо от того, что произошло на самом деле, тело Люка было быстро вывезено с острова и отправлено на материк. Братья и сестры Гиссинг также быстро покинули остров. Вскоре после этого были найдены и другие тела. Немца Бернда Гротча в июле 18-го, британца Ника Гиблина в январе прошлого года. Не удивлюсь, если и в этом году будет обнаружен кто-то еще, потому что все это до сих пор не прекратилось. Обычно, когда действуют серийные убийцы, его преступления ну хоть чем-то да похожи. Но в данном случае это люди разной национальности, разного возраста, разного пола. Объединяло их лишь одно. Они все были не местные. В Таиланде все решают деньги. По мере того, как туристы начали стекаться к девственным берегам таких островов, как Ко Тао, вдоль пляжа появлялось все больше пансионатов, курортов, школ дайвинга, а также ресторанов и баров. Позже появились аптеки, интернет-кафе, пункты проката велосипедов и сувенирной лавки. Каждый построил дом на части пляжа, принадлежащий одной из пяти семей. Это означало, что по мере того, как каждый дюйм пляжа покрывался хоть каким-нибудь прибыльным бизнесом, карманы местных семей пополнялись. Когда полиция все-таки появилась на Ко Тао, они тоже начали играть в эту игру. Между смертями Ханны Уизеридж и Дэвида Миллера и арестами тех мигрантов прошло три недели. Если даже предположить, что эти два худощавых, крошечных азиата совершили это преступление, они, видимо, были очень глупы, потому что остались на острове после этого. Любой, кто понимает, как обстоят дела в Таиланде, сразу же догадался бы, насколько абсурден этот сценарий. Нередко жители островов решают проблемы собственными силами, а не с привлечением властей. Хуже то, что вполне очевидно, этих мигрантов посадили лишь для вида. А тот, кто действительно ответственен за эти по-настоящему ужасающие преступления до сих пор не найден. Смерть Элизы Талиман, чьи останки первоначально приняли за останки Валентины Новоженовой, тоже оставляет много вопросов. Элиза жила на острове Панган. 17 апреля 2017-го она связалась со своей матерью по скайпу, чтобы сообщить, что после 18-месячного путешествия она возвращается домой в Бельгию. Она прибыла на остров Ко-Тау 19 апреля. Зарегистрировалась в Бунгало Трипл Би, в портовом городке Майя-Хат. В ее первую ночь загорелись три бунгало, включая то, в котором она остановилась. Владелец бунгало сказал, что пожар начался из-за неисправности электричества и не имел никакого отношения к Элизе, которая скрылась с места происшествия. Затем девушка прошла несколько километров до залива Таноты, где она перекусила и забронировала себе билет до Бангкока через Чумбхон на 24 апреля 2017-го года. Она уже успела погрузить свой багаж на яхту. Ее багаж даже прибыл в Чумбхон, а она сама исчезла. Несколько дней спустя ее нашли мертвой на скале, в джунглях над заливом Таноты, частично съеденной с животными. Ее останки были завернуты в какие-то футболки. Как кто-то может купиться на истории о том, что девушка, которая собиралась покончить с собой, потрудилась позвонить своей матери и сказать ей, что она уже на пути домой. Потрудилась купить билет до Бангкока и даже погрузила свой багаж на судно. Вскрытие было проведено в больнице в Суратхане, а затем снова в полицейской больнице Института судебной медицины в Бангкоке. Тело девушки было опознано по ее зубам и рентгеновским снимкам, предоставленным ее матерью из Бельгии. Ее тело было кремировано в Бангкоке через две недели, после того, как ее останки были найдены. Из того, что удалось узнать от ее матери, Элиза два с половиной года путешествовала по Индии, Австралии и Новой Зеландии. За это время она часто посещала Таиланд. Как и мать Валентины Новоженовой, мать Элизы отправилась на Ко Тао в поисках ответов. Она сказала, что разговаривала с владельцами отеля, где жила ее дочь, и они были злыми и не хотели, чтобы их связывали с чьей-либо смертью. Полиция действительно провела расследование и сообщила матери девочки, Мишель, что она покончила с собой и повесилась на дереве. Очевидец рассказал Самуи Таймс, что ее тело было завернуто в старые футболки, а рядом была найдена бутылка с горючим. В этом случае остается много вопросов без ответов. Почему она сошла с лодки? Почему во время последнего путешествия она оставила свой багаж на яхте и взяла только сотовый телефон и небольшой рюкзак? Понимаете, случаи повешения женщин невероятно редки. За все время на острове не было ни одного случая, чтобы молодая женщина взяла веревку и повесилась. Почему полиция так тихо хранила это дело? Почему это не попало в новости до тех пор, пока ее мать не закричала о помощи? Ни одно новостное издание не осветило эту историю. Матери Лизы так и не предоставили отчеты о вскрытии, и она никогда не узнает, почему ее дочь была найдена мертвой в отдаленной части того, что сейчас известно как остров смерти. Мать Лизы забрала ее прах и увезла его обратно в Бельгию. Но у нее нет и никогда не будет ответов. Она серьезно сомневается в версии событий полиции и не раз публично просила помощи в раскрытии этого дела. После этого количество туристов на Ко-Тао стало рекордно низким, а многие предприятия закрылись. Туристическое управление Таиланда объяснило это высоким курсом бата. В феврале 2020 года тело какого-то кавказца нашли на берегу острова Ко-Тао. Позже появились сообщения в новостях, в которых говорилось, что он был тайским рыбаком. Но местные жители утверждали, что это неправда, и человек был именно к кавказской национальности. В феврале 2022 года со мной связалась канатка по имени Карла Бартл. Она сказала мне, я посетила Ко-Тао в июле 2013 года. Однажды вечером мы с моим приятелем-путешественником по имени Сэм сидели на берегу океана на пляже Сайри. Сзади подбежали двое мужчин в масках В, значит, Вендетта, и разбили камень о голову Сэма. Мы оба чудом смогли избежать смерти. Чуть больше года спустя тела Ханны и Дэвида были найдены прямо под тем местом, где мы сидели той ночью. Если все эти преступления на острове действительно связаны, то нетрудно догадаться, кто всем заправляет. На Ко-Тао даже такси контролируется мафией. И таксисты требуют в 10 раз больше, чем вы заплатили бы в Бангкоке. Операторы гидроциклов запугивают туристов, заставляя их платить за вымышленный ущерб. В Таиланде понятия конфиденциальной информации не существует. И здесь можно узнать все, что угодно, если вы не стеснены в средствах. Так что тот факт, что настоящих преступников на маленьком острове до сих пор не нашли, говорит о многом. Безусловно, на веру взгляд, это абсолютно райский остров. И в интернете можно найти много информации о том, как на самом деле безопасно быть туристом в этих местах. И что преступления случаются везде, а 11 пропавших туристов за всю историю это совсем ничего. Но на деле пропавших туристов, скорее всего, гораздо больше. Просто мы пока об этом не знаем. И то, что эти преступления до сих пор не были раскрыты, наводит на сомнительные мысли. Поэтому, наверное, все, что я могу сказать, воздержитесь от поездок на этот остров и на ближайшие к нему, если планируете посетить Таиланд. А если вы уже были в этих местах, то можете рассказать в комментариях свои впечатления и мысли по поводу всех этих происшествий. С вами была Дарки, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите мой канал. Чтобы я не снимала, потому что эти темы, которые сейчас поднимаю, намного более интересны мне, чем предыдущие. Мне хочется пробовать что-то новое, тем более такие темы я снимала и раньше. Просто они, может быть, не настолько популярны. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»